Я сейчас лежу в третьем отделении, в шестой палате, в республиканской инфекционной больнице. Вот моя подруга Юля, которая тоже инфицирована. Вместо отпуска в Италии – лечение на больничной койке. Перед отъездом за визами Саяна с подругой и супругом отобедали в Шулэндо. Как результат – сальмонолез. В ближайшие несколько месяцев им светят лишь поездки ко врачам. Таких товарищей по несчастью – 112 человек. Среди них 17 детей и 5 беременных женщин. 70 пациентов лечатся в стационаре, остальные 42 – амбулаторно. Однако, по неофициальной информации, число пострадавших достигает 150. Одна из них едва не погибла. Она поступила отсрочно, то есть она с поздним обращением. У нее были уже осложнения состояния организма, скажем так, внутренних органов и так далее. Там диурез отсутствовал и так далее. То есть там уже была полиорганная недостаточность. Если бы, допустим, женщина вот эта не была бы госпитализирована, то есть хоть поездное обращение, то там был бы летальный исход. С высокой температурой, головной болью, ознобом и рвотой пациента поступали несколько дней. В приемный покой народ повалил после того, как в одном из пабликов был опубликован отзыв. Тогда каждому из них стало ясно, что это далеко не единичный случай, а массовое отравление. Они думали, что это просто какое-то расстройство. Ну и потом уже многих-многих начали привозить прямо на скорой друг за другом. Отделение вообще буквально за 2-3 часа заполнилось, наверное. Тут людей привозили уже тех, которые 10-го, 11-го покушали. Ну и они утверждали то, что это не их вина. А тут даже не лежат их сотрудники, у которых уже... То есть достоверная информация, что сотрудники там также лечатся сейчас? Да, да. Персонал кафе – 34 работника. У четырех из них уже выявлены возбудители сальмонеллеза. Удивляться нечему. Все до единого работали без медосмотра. К тому же, как выяснилось, отравиться клиенты могли не только салатом с императорским названием. Обнаружены возбудители сальмонеллеза не только в салатах. Это во всех салатах, которые доставлены. Кроме того, были доставлены в другой готовой продукции, в овощах, а также даже в фарше. Выявлено нарушение в части, так скажем, хранения, транспортировки, переработки продуктов, продовольственного сырья. Вот уже повторяюсь, были допущены к работе лица без медицинского осмотра, поскольку отсутствовали медицинские книжки. Использовалось продовольственное сырье без наличия сопроводительных документов, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Отмечались грубые нарушения правил личной гигиены. Сейчас проверяют и остальных работников сети Шулэндо, а также их поставщиков. На данный момент ситуация уже вышла на федеральный уровень. Возбуждено 14 административных дел и одно уголовное. Тем временем инкубационный период длится 7 дней. Так что не исключено, что до 19 января количество пострадавших может возрасти в разы. Юлия Пермякова, Жаргал Цариндашеев. Новости дня.